Приветствую вас. Я думаю, что мой ответ вам одновременно и понравится, и в то же время не понравится. Понравится вам день, это достаточно простая история, то есть простой ответ на ваш вопрос. Мне понравится тем, что содержание ответа не содержит в себе, скорее всего, того, чего вы действительно реально ждали бы от ответа. Смотрите, ваша ситуация заключается в том, что вы живете с братом подруги. У подруги есть двое детей, у подруги есть неудавшиеся отношения, и подруга эксплуатирует вашего мужа и своего брата, ну, по сути, как своего мужа. Брат не способен ей отказать, брат не способен до неё донести то, что так делать нельзя, что так поступать нельзя, да? Вот, брат не может, грубо говоря, сказать ей нет. И, собственно, отбили проблему. Вы в этой ситуации чувствуете себя любовницей, хотите, чтобы сестра отодвинулась подальше, и не знаете, как объяснить этому мужу. Вы приводите в качестве примера, а я вас практически дословно цитирую, что я пытался объяснить этому мужу, но он говорит, что ей понравилось, что я не бросил её с детьми. Ваш брат говорит, что сестре понравилось, что он не бросил её с детьми. И вы говорите дальше уже сами своим текстом, ну, как бы, своей речью вы говорите, что я не бросил его бросать, значит, её и детей. То есть, не совсем понятно, к чему вы приходите в разговоре с братом, по сути. Что значит его фраза, что ей понравилось сестре, что он не бросил её с детьми. Что значит ваша фраза, что я не говорю, чтобы он её бросал. Ну, тут вот как-то совсем непонятная история, на мой взгляд. И, ну, мне кажется, что надо бы это как-то разбирать, если честно, потому что непонятно. И далее вы говорите, как объяснить мужу. Никак. Понимаете, если бы мужу требовалось бы логическое объяснение ситуации, то он бы давно уже, ну, я так думаю, сделал бы всё, что нужно. Поскольку этого до сих пор не произошло, то я полагаю, что он этого сделать не способен. Вот, он не способен сказать «нет» своей сестре, к сожалению. И вам очень желательно этот момент признать. Признать, что он не способен своей сестре сказать «нет». И либо вы разговариваете с сестрой с Анной, вот, и стараетесь решить вопрос как-то с ней полюбовно, вот. Либо вы говорите мужу, что не чувствуете его, себя и вашего будущего ребёнка семьёй, вследствие чего вынуждены от мужа уйти, дистанцироваться, пожить отдельно, потому что так жить вы не хотите. Вы не чувствуете, что он защищает ваши личные границы семьи. Надо сказать, что говорить сестре «нет», а поскольку она его прямой родственник, это прямая обязанность вашего мужа, а не ваша. Вот. Он этого не делает, соответственно, вы вправе предпринять какие-то действия. Только действия помогут вашему мужу совершить какие-то действия. Либо обращение к психологу за помощью по поводу неверности в себя. Дальше. Вы говорите о том, что у вас будет ребёнок. И вы говорите, что там ни дня не проходит без сестры, и что муж ей помогает, и что времени нету, я так понимаю, у вас друг на друга и прочее, и что сестра постоянно перетягивает его внимание. Как же так получилось, что вы, зная всё это, завели ребёнка, ну, вначале ребёнка с своим мужем? Это вызывает вопросы. Как вызывает вопросы и то, насколько активно, постоянно вы защищаете свои интересы. У меня такое ощущение, что, ну, не защищает свои интересы в полной мере, а значит, у вас есть определённые проблемы с самооценкой, а значит, их нужно решать. Эти проблемы с самооценкой, то есть, повышать самооценку нужно. Вот. И работать с лишними границами, чтобы, если вас не может защитить муж, то, по крайней мере, вы защитите сами себя. Вот. Что касается гражданского брака, здесь тоже вопросы, вы ждёте ребёнка, почему-то живёте в гражданском браке, то есть, ну, подобный расклад, если честно, возможен, на мой взгляд, только при условии, если вы и ваш партнёр очень сильно близки. Если очень сильно близки, если между вами есть хорошая эмоционально-духовная связь, которая позволяет вам преодолевать вот эти вот проблемы, да, которые у вас есть. Судя по тому, что вы описываете, такой связи у вас не присутствует. И, ну, тут возникает вопрос, а почему мы тогда с этим мужчиной вообще, что вас объединяет, да? То есть, вот такая вот спочка вопросов, это всё необходимо планомерно, последовательно разбирать, чтобы, ну, чтобы вы для себя поняли, какова ваша позиция, что вы хотите с этой позиции делать, что вы хотите вообще со всем этим делать, и дальше уже принимать решение. Я думаю, так можно ответить вам на вопросы, которые вас интересуют. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин